Ёлка пяти гномов. Так называется спортивное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья. Я хочу пожелать вам терпения. Я хочу вам пожелать оптимизма и улыбки. Давайте чаще мечтать, давайте чаще делать доброе. Для ребят разработали специальный маршрут. Они вместе с родителями и волонтерами преодолевали полосу препятствий, забрасывали мяч в кольцо, примеряли роль хоккеистов и смело проползали в специальном тоннеле. Сегодня было очень весело и радостно. Развитию адаптивной физической культуры и спорта, вовлечению лиц с ограниченными возможностями здоровья в занятия физкультурой уделяется большое внимание в спортивной школе «Авангард». Дети справились отлично. По низку разу сделали. Базу они проходили новый раз с улыбкой на лице. Все прыгали, лазили. Мне понравилось тому, как это все выглядело. И детям тоже понравилось. По словам родителей, такие мероприятия отвлекают от серых будней и рутинных забот. Чувство, как будто попадаешь в другую реальность, говорит Марина Лаптева. Очень многие дети разориентированы в пространстве. Спорт их учит. Во-первых, спорт объединяет. Он хочет их помогать. Поэтому мы только за такие мероприятия. Дочь Марины Арина чувствует себя уже совсем взрослой и не хочет участвовать в детских конкурсах. Но в глубине души остается ребенком и верит в Деда Мороза. Я хочу взять наушники, чтобы можно слушать музыку или раздавать по телефону. Кто-то любит получать подарки. А Ника Кириллова предпочитает дарить. Уже не первый раз при встрече с главой округа она преподносит Юлии Олеговне маленькие сюрпризы. Зайчик исполнения мечты, правда? Да. Он сказочный, да? Да. И умеет красиво светиться, правда? Да. Спасибо тебе большое, Ника. Спасибо тебе огромное. Музыкальные номера для ребят подготовил солнечный мальчик Даниил Шипунов, победитель проекта «Музыка в метро». Специальные гости праздника – ребята из школы инклюзивного творчества «Танцующий дом». В этом году юные танцоры уже дважды выступали на сцене Большого Кремлевского дворца. В репертуаре коллектива номер с Анитой Цой, Эвелиной Блёданс, Дианой Гурцкой. Ребята принимали участие в одном из самых престижных конкурсов нашей страны – «Весна священная» вместе с легендарной балериной Ильзой Лиепой. Коллектив часто приезжает и в Мытище. Город Мытище для нас, как малая родина, что ли, уже получается, потому что есть ребята, которые к нам приезжают, несмотря на расстояние, и мы дружим с несколькими местными организациями даже. Есть фестиваль «Живи, танцуй», в котором мы много лет принимаем участие. Есть фестиваль «Спортлинии». Несколько раз в год мы собираемся вместе. Я хочу танцевать танцы «Гномы». Танец «Гномов» танцевала, да? Да. У вас все получилось? Вы все правильно сделали? Получилось нормально, хорошо танцевать «Гномов». Дети, их родители, все с удовольствием ходят на такие мероприятия, где есть возможность отвлечься от внешних каких-то факторов. Приятно, классно провести время, получить подарки. Этот танец называется «Новогодние часы». Мероприятие закончилось танцевальным флешмобом, где танцуют дети, преподаватели, родители и даже волонтеры. Татьяна Горностаева, Петр Дедковский, Первый Мытищинский.